Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, что в предыдущей передаче мы с вами говорили о человеке, который первый официально стал подписываться фамилией Голицын, хотя прозвище у него было Шпак, чтобы означать воробей, и звали его Иван Иванович. Князь Иван жил в очень тяжёлое время, в страшное время пропричней, направлении Ивана Грозного. Я думаю, что жизнь у него была довольно тяжкой. Но давайте всё-таки попробуем вспомнить, что за люди его окружали, с кем он дружил. Тем более, что этот Голицын принадлежал к числу очень немногих бояр, вот в частности Романова, Голицыны, Шереметьевы, тех бояр, которые первыми осуществили какие-то попытки связать Москву с Западом, именно в плане культурных, личных каких-то взаимоотношений. К слову сказать, вот этот железный занавес, он ведь тогда был не так уж давно опущен. Мне кажется, у многих существует такое неправильное представление, что до Петра I у нас была такая совершенно дикая страна, и о нас было превратное впечатление, и мы тем более дальше Смоленска никуда не ездили. Мне кажется, что в наших передачах мы сами себе уже, по-моему, доказали, что до конца XIV века это были очень плотные контакты, это были брачные связи. В общем, просто вот очень резко и очень плотно этот занавес опустился. Кстати, было бы, наверное, интересно проследить, кто и как это сделал. И поэтому, в общем, действительно, ко времени Ивана Грозного мы были довольно изолированной страной, но, наверное, не случайно и Голицыны были в числе первых, кто попытался развернуться на 180 градусов, потому что, как мы с вами знаем, они сами выходцы из Европы и из Великой Литвы. И вот жили они, естественно, в центре города, так же, как и Романовы, и по-соседски часто дружили с англичанами. Дело в том, что англичане были первыми иностранцами, которые вообще попали тогда в довольно закрытую Москву. Вообще это дело случая, хотя ничего случайного в жизни нет. Три корабля английских когда-то плыли северными морями, искали проход в Индию. В общем, после бури остался один корабль, который выбросился на берег в районе Северной Двины. И вот эта спасшаяся команда, я сейчас эту авантюрную историю рассказываю очень коротко, вот эта спасшаяся команда, не зная языка и в совершенно невероятных одеждах для русского человека, русских даже за колдунов принимали, они добрались до Москвы, добились аудиенции Ивана Грозного. И, в общем-то, настолько плотно Иван Грозный тогда общался с английской королевой, что даже английские купцы получили право без пошлиной торговли. То есть они пошлину не платили. Это был огромный ущерб для русских купцов. У нас появилось первое представительство в Москве, английский двор. Кстати, сейчас там музей очень хороший, на территории Заряди возле Кремля. Они там и жили, вот эти самые представители, знаменитой английской компании, которая так и называлась, Московская компания английских купцов, которая была создана в 1555 году. Ну, то есть, правда, политика примешивалась, потому что Иван Грозный лет 10, по-моему, всё мечтал жениться на одной из английских принцесс, ему обещали. Ну, естественно, всё это осталось без последствий. Но так или иначе, англичане на улице Варварка жили, и Голицыны были их соседями. И вот Джером Гарсея, о котором мы с вами заикнулись в предыдущей лекции, он был действительно довольно близким другом Ивана Ивановича Шпака Голицына. И вы знаете, среди прочих англичан, которых было в Москве довольно много, вот этот человек выделяется тем, что он оставил уникальные записки. Вообще, записки о Москве писали разные люди. Немцы-опричники, которые служили в страшных отрядах Ивана Грозного, англичане. Вот как-то выдающийся русский учёный XIX века Василий Осипович Ключевский посвятил целую свою книгу. Она так и называется «Воспоминания иностранцев о России». Очень интересная вещь, как бы на себя посмотреть глазами европейцев. И вот среди всех этих книг, пожалуй, воспоминания Джерома Гарсея, а он написал три сочинения о России, он здесь прожил почти 18 лет, вот эта книга особенная. И можно предполагать, даже многие так открыто говорят, что вот его главным рассказчиком, осведомителем, путеводителем по стране был как раз Иван Иванович Голицын-Шпак. Они были довольно близкие друзья. Во всяком случае, вот эти записки Гарсея, они переведены на русский язык, часто очень издаются, их можно купить и в Библиоглобусе, и в Букинистическом. Очень интересная книга, поэтому не нужно читать плохих книг, в частности, тех, которые там чуть ли не святым представляют Ивана Грозного. Почитайте воспоминания современников. Вообще, довольно известная личность Джером Гарсей. И вот на этой картине, которую вы сейчас увидите поближе, один из художников-передвижников конца XIX века, Литовченко, его фамилия не очень известный художник сейчас, но тогда довольно популярный, вот он изобразил такую сцену, как будто бы в московском Кремле Иван Грозный показывает Джерому Гарсею свои богатства. Действительно, ну вот Иван Грозный считал, что именно огромное количество драгоценных камней и золота произведет на англичан большое впечатление. Он их принимал обычно облаченным, необыкновенное количество колец, там, браслетов, на золотопозолочном троне. И англичане иногда писали королеве, что сомневаются, может ли царь под тяжестью этих драгоценностей вообще встать на ноги. Так что сцена имеет под собой историческую подоплеку. А я бы, наверное, немножко хотела рассказать о том человеке, который во многом повлиял на мнение европейцев о России, а свое мнение он черпал как из собственных наблюдений, но его, так сказать, передвижения были довольно ограничены. Можно считать, что эти записки созданы вместе с Иваном Ивановичем Шпаком Голицыным. Сам Гарсей почти 20 лет с перерывами жил в России, как я уже сказала, и управлял вот этой самой московской конторой-компанией. И его воспоминания – это подчас просто уникальные сведения о России, о периоде Ивана Грозного, Бориса Годунова, об опричине, о взаимоотношении церкви и государства, об отдельных людях, в том числе о Голицыных. Вообще имя этого мемуариста окружено у историков просто рядом, эпитетов и верком. Называли его и высокомерным софистом, и простодушным чванливцем, и хвастливым коростолюбцем. Но на самом деле он, в общем, один из самых интересных авторов, и, по-моему, он довольно неплохо знал то, о чём он писал, никогда не пользовался непроверенными слухами. И вот ещё раз повторяю, что мне кажется, они эту книгу писали вместе с Голицыным. Вообще сам Гарсей происходил из очень старинного дорцеширского рода. Но, тем не менее, когда он приехал в Россию, вот так же, как предок Романова Андрей Гамбила получил прозвище Андрей Кобыла, потому что выговорить невозможно, так же и Джером Гарсей стал просто Еремеем Ульяновым. Вот это тоже интересная, да, такая историческая параллель. Мало того, что стал Еремеем, да ещё и Ульянов. И, в общем, вот этот вот Еремеем Ульянов, он одно время был очень близок ко двору, потому что во время Литовской войны выполнил секретно, очень важное поручение Ивана Грозного. Привёз из Англии, привёл несколько кораблей с порохом, селитрой, медью и свинцом. Нам очень не хватало вооружения. И вот после этой услуги он оказывается почти у трона, то есть занимает совершенно исключительное положение. И с ним дружит и Романовый, тогда, правда, у них ещё была другая фамилия Юрьевы, и Иван Иванович Голицын. Правда, когда вот этот Гарсей возвращается на родину раза два, то на него там обрушивается куча обвинений в том, что он действует только в личных интересах, что он вор. И, надо сказать, видимо, где-то действительно он немножечко был нечистоплотен, потому что в очередной раз, когда в 1589 году вернулся из Англии в Москву, хотя во времена Ивана Грозного тут трудно сказать, был подлинный причин ареста, его даже арестовывали, его высылали под Кострому, и в конце концов отпустили народ, но вот с таким письмом, что Еремеев за своё враство жив быть недостоин, смуты делал, и впредь бы такие воры с гостьми твоими, царица, в наши государства, чтобы не ездили. В общем, он, правда, ещё один раз вернулся под чужим именем в Смоленск, очень важную для нас крепость, и, в общем, его обвинили даже в шпионаже, поэтому иногда можно встретить такие необоснованные обвинения в том, что Джером Гарсей был шпионом, а Иван Иванович Голицын был его агентом. То есть, я думаю, что это уже то, что называется перегибать палку, вряд ли здесь были такие амбиции политические. Они были друзья, и Джером Гарсей был в первую очередь торговцем, а торговля, как вы знаете, она часто связана с политикой, никогда не делается только с белыми руками. После возвращения в Англию Джером Гарсей прожил 35 лет, он жил в Букингенском графстве, написал свои записки, получил, кстати, звание рыцарь, поэтому он сэр, Джером Гарсей и даже стал шерифом Букингенского графства. Я думаю, что он даже переписывался с Иваном Ивановичем Шпаком, который, к сожалению, записок не оставил. У нас, в общем, это было не принято, кроме Курбского, оппонента Ивана Грозного, никто ничего не написал. У Ивана Ивановича Шпака Голицына даже не было детей, поэтому он умер бездетным и похоронен. Вот давайте мы сейчас с вами посмотрим знаменитые стены знаменитого монастыря. Это Троица Сергия Валавра. Один из московских, ну или, если быть точным, подмосковных адресов князей Голицыных и не просто адрес. Дело в том, что в Троице Сергия Валавре похоронено очень большое количество представителей этого рода, и можно сказать, что это одна из усыпальниц Голицыных. Итак, Троица Сергия Валавра, Богоявленский монастырь в Москве и Александра Невская лавра в Петербурге. Вот здесь был похоронен Иванович Шпак и вот этот человек, чей портрет хочу вам показать. Он был фактически современником князя Ивана, но перед вами Василий Андреевич. Василий Андреевич имел три сына, две дочери и, в общем, фактически в период смуты был почти претендентом на царский престол. Правда, не очень долго, там без него было много самозванцев и бояр, стремившихся к власти, но в любом случае вот этот факт, хотя и недолгого претендентства на освободившийся царский престол, говорит о том, что Голицыны всегда занимались исключительное положение и, наверное, даже обладали соответствующими личными достоинствами. Ну вот, видите, судьба распорядилась так, а в принципе не Романовы, а именно Голицыны могли быть последней нашей правящей династии. Вот этот Василий Андреевич, который вы сейчас видели, стал родоначальником старшей ветви Васильевича. Помните, я вам как-то говорила, но сейчас напомню, что вот именно в этот период в 17 веке как бы многочисленная родня Голицыных, уже отделившись от своих родственников, там, Хованских, Куракинах, Трубецких, образует собственное древо и, в общем, довольно чётко вырисовываются четыре ветви, которые идут от четырёх знаменитых братьев, живших в начале 17 века в период смуты, Василий, Иван, Алексей и Михаил. Михаил, вот так четыре ветви. Вы сейчас видели родоначальника старшей ветви, Васильевичи. Ну, вы знаете, она сейчас не самая многочисленная, но когда-то она дала очень известных представителей этой династии, поэтому об этой ветви Васильевича мы с вами будем говорить. Василий Андреевич, претендент на царский престол в начале смуты. Он тоже похоронен в Троице-Сергиевой лавре. Вот давайте мы сейчас посмотрим старинную гравюру, которая изображает этот монастырь, может быть, самое святое место на русской земле. Там же, в Троице-Сергиевой лавре, который прекрасно в любое время года похоронен и основатель второй ветви Голицыных Иван Андреевич, то есть родной брат предыдущего, он был стольником, новгородским воеводой, боярином при царевне Софье. Он основал ветвь Ивановичей. Вот эта ветвь вообще угасла в 10-м колене к середине 18-го века. Многие ее представители были похоронены в Троице-Сергиевой лавре, как я уже сказала. Так вот, третьего родоначальника ветви Голицыных звали Алексей Андреевич. От него пошла ветвь Алексеевичей. Сам он был чашником, стольником, боярином, ближним человеком царя Алексея Михайловича был воеводой в самых разных городах, и Тобольским, и Киевским. Похоронен он уже был в Москве, в Богоявленском монастыре, о котором мы с вами сегодня поговорим. И вот тот факт, что основатели этой ветви и сам боярин, и его жена Ирина были похоронены в присутствии самого патриарха, говорит о том необыкновенном уважении, которое оказывали власти к представителям рода Голицыных. Еще, наверное, стоит упомянуть основателя наиболее значительной ветви, которая называется Михайловичи. Она происходит от князя Михаила Андреевича. Это все шестое колено носителей фамилии Голицыных. Это ветвь, может быть, самая младшая, но наиболее значительная. Этот человек, Михаил Андреевич, князь Михаил, тоже жил во времена Софьи и во времена Смуты. Женат он был на Просковье Кавтырьево, имел четыре сына и три дочери. И оба супруга также похоронены в Московском Богоявленском монастыре, несмотря на то, что их потомки являются самой молодой ветвью, но представители этой династии внесли много блеска в историю фамилии Голицыных. Вот на этом сладе я хочу показать вам знаменитого воевода Дмитрия Михайловича Пожарского, потому что представители последней ветви по женской линии породнились с этим выдающимся человеком, который, как вы, наверное, даже носил звание освободителя Отечества. Сам он похоронен в знаменитом Спасо-Эфимовом монастыре. В Суздале и вот это памятник Дмитрию Михайловичу Бояр Пожарскому, а за этой башней на территории монастыря есть усыпальница, где рядом с Пожарским покоится его супруга в девичестве, носившая фамилию Голицыных и, между прочим, ближайшие родственники Голицыных Хованские, о которых мы с вами говорили в предыдущих передачах. Это, в общем-то, двоюродные родственники. Ну, вот, как говорил блок дворяне все родни друг другу, поэтому иногда в них, конечно, можно запутаться, но для того, чтобы этого не случилось, обычно рисуют целые большие родословные фамилии. Итак, мы с вами теперь знаем, что существовало и существует до сих пор несколько ветвей фамилии Голицыных, причем не все дожили до сегодняшнего дня, потому что не всем дает Господь детей, но, тем не менее, последний ветвь Михайловичей, самый многочисленный, самый известный, дожила до сегодняшнего дня. Очень часто, еще раз повторяю, в Средневековье, о котором мы с вами сейчас говорим, представители вот того знаменитого шестого колена, которое стало основателем четырех ветвей Голицыных, занимали ведущее положение, были боярами, и, как правило, захоранились в самом знаменитом месте, часто даже у стен самого Троицкого собора, Троицей Сергеевой Лавры, который вы сейчас видите, то есть рядом с усыпальницей самого Сергия Радонежского. Это место, конечно, чудесно в любое время года, и вот если вы туда поедете, имейте в виду, что в силу определенных разрушений, даже осквернений, которые произошли в советское время, в этом монастыре, как и во многих других, не сохранилось, безусловно, монастырского некрополя, но тем не менее эти могилы есть. Может быть, конечно, к сожалению, иногда мы по ним ходим, хотя сейчас во многом территория Лавры приведена в порядок, но далеко не все люди, которые упокоились на этой святой земле, имеют на сегодняшний день надгробие. Однако Голицыных здесь покоится очень много. Это один из голицынских адресов. А вот для того, чтобы вам было более наглядно видно, о чем я вам только что сказала, вот давайте посмотрим эту самую таблицу, на которой хорошо видна родословная ветвь. Вот слева Феодора Андреевна, та самая женщина в девичестве Голицына, которая вышла замуж за Дмитрия Михайловича Пожарского, а у ее родного брата Андрея Андреевича было четыре сына. Четыре сына, Василия Ивана, Алексей и Михаил, которые жили в сложное смутное время, но тем не менее создали семью, имели большое потомство, которое и дало вот те ветви, которые существуют до сегодняшнего дня. Надо сказать, что Голицыны вот в тот период были очень московской такой фамилией, конечно, Петербурга еще не было, но тем не менее были другие города, однако близкие к трону люди, они, где бы ни служили, считали Москву своей родиной, а у дворян уж так принято, что в конце жизни живым или мертвым нужно вернуться в свою родовую семейную усыпальницу. И вот когда Голицыных стало уже очень много, и все они были такие знаменитые, то так случилось, что второй родовой усыпальницей в Москве стал знаменитый Богоявленский монастырь. Монастырь, где, в общем, не только, конечно, Голицыны захоранились, но и Юсуповы, Шереметьевы, Истрешневы, царские родственники. Это очень известное место в Москве. Вот я вам сейчас хочу показать главный собор этого монастыря, монастыря, который был основан очень давно, это один из древнейших в Москве, основан был в самом конце XIII века первым самостоятельным московским удельным князем Данилом Александровичем. Я думаю, что вам это имя ничего не говорит, но это сын Александра Невского. Вот сын Александра Невского получил в удел Москву. И вот этот человек, причисленный к лику святых, он, в отличие от отца, почти не воевал из-за своего миролюбия, из-за своего богобоязненных, вот, богобоязненность стал святым. Он основал первый Данилов монастырь в Москве и вот этот Богоявленский. Тот собор, который вы сейчас видите, уже был построен в XVII веке, но это чуть-чуть позже, и об архитектуре это отдельный разговор. А пока я хочу поделиться с вами вот своими такими некоторыми просто воспоминаниями для сравнения. Мы тоже живем довольно интересное время, но я имею в виду людей более старшего поколения, потому что первая половина жизни это даже не просто другая идеология, это вот все другое, что нас окружало. Сейчас иногда задумаешь кому-то из знакомых, особенно молодых, показать разрушенный храм, разваленный, приходится ехать далеко. Наверное, это хорошо, а с другой стороны, это плохо, потому что люди иногда даже не представляют, что оказывается такое может быть, что вместо храма Христа Спасителя был бассейн, там плавали голые люди. Вот я, в частности, там плавала в купальнике, сейчас храм стоит. И вот Богоявленский собор такой красивый, который вы только что видели, я помню очень страшным обрубком, то есть это еще что-то такое была какая-то грудь каких-то камней, на которых росли деревья. Я просто там рядом училась в историко-архивном институте, а вообще это улица, такой небольшой переулок, который идет между Ильинкой и Никольской. Фактически территория примыкает прямо к задней половине ГУМа. Я еще помню, там люди жили, белье сушилось на веревках, детская площадка была с песочницей. Но сейчас, конечно, трудно себе это представить. Такой блеск, такая красота. Кстати, внутри собор совершенно роскошный. А вот в тот период, вы знаете, даже в путеводителях вот такие обрубки искореженные, они обычно не упоминались. И приходилось очень долго листать какие-то хорошие старые книги, гидравитационные библиотеки, чтобы узнать, что здесь, собственно, такое было. Так вот, на самом деле Богоявленский мужской монастырь один из древнейших в Москве, один из первых, основанный первым самостоятельным московским князем Даниилом, сыном Александра Невского. Это еще один московский адрес, связанный с именами Голицыных, как представителей самых заслуженных людей в России, потому что сейчас, конечно, все зависит от денег. У кого хватит денег, тот себя может похоронить там, не рядом с Кремлем, а остальные будут искать бесплатное место далеко в Подмосковье. Раньше немножко было по-другому. В общем, даже среди богатых людей выделялись наиболее достойные. Если мы говорим, что люди хоронились в Троице-Сергиевой Лавре или в Богоявленском монастыре рядом с Красной площадью, то это не по блату, а потому что они это заслужили. Или, как говорил Шереметьев, один из Шереметьевых, кстати, современник этих, людей, о которых мы сейчас с вами говорим, я все, что имею, заслужил своей кровью. Потому что они действительно были воеводы, военачальники, и они не в блиндаже сидели, а обычно шли в бой почти первыми. Но, наверное, было бы неправильно сказать, вот здесь такой-то боярин похоронен, такой-то, тем более, что не так уж много сохранилось документов, которые могли бы подробно, ярко рассказать сложную, я думаю, жизнь этих людей, потому что, если представить, что они жили во времена Смута, Бориса Годунова, Ивана Грозного, но, наверное, неправильно будет ограничивать наш рассказ только историей вот этих людей. Потому что история места, это всегда очень интересно. Как говорил замечательный русский писатель Паустовский, дома могут рассказать гораздо больше, чем один человек, потому что они живут гораздо больше одного поколения. если бы дома умели говорить, они рассказали бы так много интересного. Вот этот дом, нам прослуживший век, почти умеет пользоваться речью, как-то написал Самуэл Маршак. Поэтому вот обращаясь к тому или иному адресу, связанному с интересующей нас фамилией, мне, думается, нужно поговорить и о самой истории этого памятника, потому что это и есть наша история. Но поскольку на сегодняшний момент время нашей передачи уже истекает, то я думаю, что в следующей лекции мы с вами как раз поговорим об Агрибленском мужском монастыре, об очень непростой его истории и о тех Голицынах, которые в этом монастыре открыли путь нашему просвещению, потому что здесь была создана первая высшая школа еще задолго до открытия Московского университета. А пока всего доброго. До свидания.